Привет! А сегодня я тебя удивлять не буду. Сегодня у меня хинон многопросветлённый, если переводить эту надпись. 55 мм 1.7 японский объектив с автоматической прыгалкой диафрагмы. В принципе, конструктив достаточно стандартный, ничем не отличается от аналогичных стандартных объективов, нормальных объективов. Есть два режима, ручной и автоматический, которые переключаются вот этим вот рычажком. Есть кольцо фокусировки, указана глубина резкости, шкала глубины резкости для различных значений диафрагмы. И в общем, всё как обычно. Ход кольца мягкий, кольцо прорезиненное, рифлёное, очень приятно лежит в руке. Не холодит пальцы при съёмке в холодных условиях. И в общем-то, на этом, наверное, и всё, что можно сказать по этому объективу. Вот. Хороший, обычный, простой, лёгкий. Он немного легче, чем Гелиус 44.2. Почему я их ставлю рядом, ты, наверное, скоро поймёшь. Но стекла тут, заметь, чуть-чуть побольше. По крайней мере, спереди. Ну и просветление, как ты видишь, бликует зелёным. Вот такой вот объектив. Когда начинаешь фотографировать и видишь разные объективы, всегда спрашиваешь себя, а стоит или не стоит? Чем один объектив лучше другого? И можно ли их вообще сравнить? Сегодня наш Хенон 55-1.7 мы можем сравнить, наверное, с самым массовым советским объективом Гелиус 44.2. Они оба примерно одинаковые по своему конструктиву, примерно одинаковые по своему сегменту и, в принципе, дают примерно одинаковую картинку. Посмотри, модель достаточно хорошо отделяется от фонов. Он уходит в боке. И боке здесь, в этом объективе Хенон 55-1.7, оно примерно такое же, как в Гелиусе. Видишь, закрученные боки сбоку, вот эти вот огоньки, блики, они овальные. В центре остаются круглыми. Таким образом, фон деформируется. И он выглядит не так, как мы его видим глазом. И это становится интересным. Поэтому портрет становится более объёмным, более интересным. У нас есть пища для глаз, пища для ума и возможность что-то рассмотреть. Есть ли у этого объектива какие-либо преимущества перед всем известным массовым Гелиусом 44.2? Я бы сказал, что практически нет. Он примерно такой же. Да, тут есть автоматическая прыгалка диафрагмы. Да, он чуть-чуть легче. Да, возможно, он легче в управлении. Но конструктивно и оптически он не превосходит тот же самый Гелиус 44.2. Поэтому применять его можно, но если есть Гелиус, то в принципе смысла переходить на этот объектив я не вижу. Ну, только если исходить из того соображения, что он чуть-чуть легче. В общем, вот такой объектив, который даёт красивую мягкую картинку и может применяться для любительской портретной съёмки. На этом всё. Спасибо, что смотрел. И до следующих встреч. Пока.